Кодексы принимали, хвастались и, как дело дошло до их внедрения, опозорились. В сегодняшнее заседание депутаты посвятили обсуждению новых кодексов, нареканий, по которым общество с каждым днем все больше и больше. К ответу призвали представителей Кабмина и всех соответствующих ведомств, которых коснулась эта глобальная реформа. Это и Генпрокуратура, и МВД, и ГСИН, и Минюст, и, конечно, судебная власть. Однако, критика со стороны Нардепа выглядела нелепо, ведь каждый из кодексов парламент сам обсуждал и одобрял, а кто-то даже вносил свои дополнения. Видимо, большинство депутатов проекта этих кодексов в то время даже не открывали. Сегодня с претензиями к авторам Нардепа озвучили в большей степени то, что раскопали журналисты, независимые юристы и гражданские активисты. Про дорогущие штрафы, тонировку, обыски беспонятых и иные недочеты новых сводов. И только после того, как кодексы подошли к исполнению, депутатов заинтересовало, а чьими силами будет исполняться все написано и потянет ли бюджет увеличения штатов. В связи с вступлением с нового года пяти кодексов, двух законов, у меня такой вопрос, структурные изменения в тех органах, которые будут воплощать в жизнь исполнение закона, произошли ли изменения? На данный момент в структуре ГСИН создается служба пробации в количестве 100 человек. Правительство в прошлом году выделило еще 40 единиц. В течение 2019 года ГСИН и Минюст будут работать по доведению нормативно-правых актов до работы. И с 2020 года в структуре Министерства юстиции будет работать служба пробации. В течение этого года будет переводиться. Если брать конкретно по каждому ведомству, так в структуре Генпрокуратуры появилось дополнительно 33 единицы штата. Эти специалисты привлечены для эффективной работы единого реестра проступков и преступлений. В МВД было набрано дополнительно 255 сотрудников службы дознания. Однако увеличение штата в целом не получилось, так как новых работников добрали за счет сокращения центрального аппарата. Также был переформирован и штат ГСИН. Привлекли больше IT-специалистов. Еще 40 человек теперь трудятся в институте пробации. Это психологи и социологи. Штаты предусмотрены, финансовые средства предоставлены. Если сказать слабо была проведена работа, это сказать ни о чем. Очень на плохом уровне была подготовительная работа. Да, внутри была проведена работа. Я имею в виду с населением, разъяснительная работа. Все вопросы, которые сейчас всплыли, проблемы, они бы раньше всплыли. По данным Министерства финансов, всего на первую фазу реализации реформы деньги поступали только от Евросоюза. Из бюджета не было выделено ни копейки. Сумма гранта составила порядка 13 миллионов евро. Однако, по словам главы финансового ведомства, средства через министерство не проходили. Деньги реализовывались международными организациями на различные круглые столы, консультации и конференции, направленные на разработку новых НПА. А также около трех миллионов на освещение всей этой деятельности средствами массовой информации. Деньги ушли, недовольства коллизиями остались. А ответственные теперь кто? По словам депутатов, средства второй фазы должны обязательно пройти через Минфин и быть направлены на материально-техническую составляющую реформы, в том числе на обучение сотрудников всех ведомств, которые являются исполнителями и применителями кодексов. Мы вчера, когда рассматривали совместно с двумя комитетами, приняли решение сами исправлять ошибки. И парламент, и правительство, и судебные структуры, и другие органы. Вчера я задал несколько вопросов. Джаниш Барпиевич сказал, что он председатель Координационного совета по этой реформе. Но на вопросы я так и не получил ответы. Сегодня задам их председателю Верховного суда. Уже есть закон о том, который в 2020 году должен вступить в силу. И он по-новому определяет ваши судебные функции. С 1 января в городах Бишкек и Ож должны будут на заседаниях сидеть присяжные заседатели. Вы готовы к этому? Если вы этого не сделаете, вы будете отвечать. И мы будем отвечать. Уважаемый Джаниш Барпиевич, мы должны были подготовиться. За два года ни правительство, ни суд, ни генпрокурор не видел этот закон. Десять месяцев осталось. Пусть теперь представитель Верховного суда ответит, какая работа будет вестись. Как вы будете обучать присяжных и кто их будет выбирать? К 2020 году в Бишкеке и в Аше в первую очередь нам нужны здания. А в наши полномочия и обязанности не входит обучение присяжных. Своих сотрудников будем обучать, а списки присяжных заседателей будут составляться из местных. Мы же будем обучать только своих сотрудников. О том, каковы правила приглашения, как их располагать. Им должно быть выделено отдельное помещение. Мы еще два года назад говорили, что нам нужны деньги для введения этого института, для дополнительных строений. Вот я снова не получил четкого ответа на свой вопрос. Такие ответы дают ученики 10 класса. Мы все государственные служащие. Почему вы так говорите, что я отвечаю как школьник, десятиклассник? Какой ответ вы хотите от меня услышать? Об этой проблеме давно говорилось. Я как председатель на этой должности четвертый месяц. Действительно, общественность очень сильно возмущена. С каких это вот расчетных показателей, это 5500 сумм. Уровень жизни, минимальные жизненные расходы, заработная плата. Все кыргызстанцы прекрасно знают, можете обратиться в статистический комитет, нам ответ скажут. А именно 5500 суммов, с каких это показателей, это загадкой становится. Если вы откроете уголовный кодекс, там есть таблица, приложение к уголовному кодексу, градация наказания. В градации наказания есть определенные виды наказания и есть штрафы и так далее. Такое же есть в проступках и такое же есть в нарушениях. Поэтому у нас нарушения относятся к самым минимальным штрафам по отношению к штрафам, которые есть в уголовном кодексе и кодексе о проступках. Превышение скорости менее чем 20 километров идет штраф физическому лицу 1000 сумм, юридическому лицу 5000 сумм. Превышение пункт 4 более чем на 40 километров в час идет 7500 физическому и юридическому 23 тысячи. И здесь такой у вас интересный казус получился. Превышение менее чем на 20 километров и до 40 километров получается одинаковое. То есть до 39 километров я нарушил, я должна буду заплатить 1000 сумм, на 1 километр больше получается 40 километров, я плачу 7500. Странный какой-то юридический казус, да? Вот что, как гражданам это разъяснить? Такого рода вопросы, они как правило обсуждаются на допленарной сессии, в комитетском режиме. И мы, честно говоря, очень долго ждем, когда нас парламентарии, комитеты профильные пригласят и будут обсуждать эти вопросы. Сегодня у нас, вы знаете, что уголовное право это очень большое, обширное право. Там нельзя одному человеку быть энциклопедистом. Там есть специалисты по уголовному кодексу, есть специалисты по кодексу о проступках, о кодексу о нарушениях. Там, я не знаю, УИК, пенитенциарная система и так далее. Вот у нас были эксперты, мы предлагали вам консультации. Этого никто не хотел получать. Вообще, очень уязвительное отношение к экспертам я вижу в парламенте, да? Я вас поняла, ни в коей мере я не обвиняю никого. Здесь надо признать, что опозорились на всю страну не только эксперты и правительство, но и парламент. Это надо признать и хватит уже перепираться. В кодексе о нарушениях касательно ПДД не написано конкретно правил в отношении того, кто сидит за рулем. Там есть одно единое понятие – водитель. И в отношении него принимаются меры. И в данном случае милиционер был водителем. Сегодня у его палаты установлен конвой. И он, как водитель, будет отвечать за случившееся. Раз кодексы вступили в силу, да, есть ошибки. Правительству надо исполнять. Нам нужно исправить эти ошибки и двигаться дальше. А принять и потом искать виноватых – это вообще неправильно. 99% парламентариев поддержали. Президент подписал. А потом самим голосовать за и говорить, а кто же это сделал, это вообще, я считаю, неверно. Вы тоже, вот, Денис Порпевич, молодец, да? Эксперты, эксперты. Вы лицо, принимающее решение. Вы ответственный человек. Вы что, завтра будете говорить, это эксперты сделали, что ли? Два года у правительства было внести поправки. С 17-го года. Могли, могли. Давали замечания, могли в виде законопроекта принести. Принесли под конец 18-го года. У вас есть тоже, на самом деле, ответственность. Некоторые депутаты на фоне критики своих же коллег таким образом отдергивали их. Напоминаю, что парламентарии сами же голосовали по каждому из кодексов. Вносить изменения в них, как выяснилось, нельзя в течение года. Предусмотрен мораторий. Первый этап по поправкам уже идет. Работает отдельная экспертная группа. Некоторые законопроекты, такие как по изменению сумм некоторых штрафов и по перераспределению функций наблюдения за нарушениями ПДД, уже внесены в парламент. Всего корректирующих законов будет около 200 и еще 600 постановлений.